Главные вопросы, которые задают люди после трагедии на Хартроне – что же именно стало причиной пожара, из-за чего сотрудники не смогли выйти на лестничный пролёт сами и почему так беспомощно оказались пожарные. Очевидцы утверждают, людей, которые повисли на окнах, пытались спасти с помощью грузовика с тюками в кузове, который подогнали к зданию. Один из людей прыгнул в него и выжил, говорят свидетели. Однако дальше машину якобы приказали убрать спасатели. Она мешала спецтехнике, но сами всё равно не успели прийти на помощь. Никто ничего не делал. Сняли на пожарной лестнице, по их пожарной лестнице, вот этой с машины, сняли всего одного человека. Все остальные наши ребята подогнали. Одну же говорят, 22 человека спасли, никто никого не спасал. С шестого этажа все вышли, с третьего все вышли, там не горело. А все, кто был здесь, все там и остались. Или на асфальте. Вопреки подобным кадрам, растиражированным в интернете, в госслужбе чрезвычайных ситуаций утверждают, все, кто погиб, погибли до приезда спасателей, в том числе и те, кто падал с высоты. Да, некоторые из семей, которые их спасли, в том числе, они держались за кондиционерой, действительно, все они были спасены именно спасателями. И вчера мы, когда в больнице были, когда были в больнице, они подтвердили. Одного спасли лестницей, другой трёхколенной лестницей, комбинированной в два этапа. Но все они были сняты и спасены, спасатели. Я уже говорил вначале, что те, которые погибли вначале, есть два варианта, или предположительно два варианта, почему это произошло. Либо они в шоке пытались до прибытия спасателей, а спасатели прибыли своевременно, превысив норматив, самостоятельно спасаться. Либо их выбросило взрывной волной. Часть очевидцев уверяют, пожарные действовали оперативно, действительно, помогли выбраться из огня 22 работникам здания. За час локализовали огонь. Однако для работы у них были устаревшие рукава, обычные спецовки, а также старая лестница, низкий напор воды и отсутствие даже куска брезента, который можно было растянуть под висящими на карнизе людьми. Но Болотских никаких проблем в работе своих подчинённых не видит. Тенты не предусмотрены на вооружении и нормативно-правовой базы. У нас их нет. Не потому, что их нет по какой-то причине финансового или ещё другого. Они не стоят на вооружении, нет в номенклатуре. Ещё с советских времён они сняты с производства и с вооружения. Однако, как свидетельствует интернет, Михаил Болотский лукавит. На вооружении спасателей есть так называемые кубы жизни, которые могут спасти прыгающих с высоты даже больше, чем на Хартроне. Как компактные, которые можно поставить за минуту, так и большие. Их можно полностью развернуть за 4 минуты. Однако это только тестовые образцы для учений. Для пожирных частей ни правительство, ни спонсоры их почему-то не покупают. Не менее острый вопрос, почему же произошёл взрыв на ювелирной фабрике. Накануне представители государственной комиссии обвинили в нарушении правил пожарной безопасности самих пострадавших. Мол, выпивали на рабочем месте, где стояли как предназначенные, так и непредназначенные для работы легковоспламеняющиеся жидкости. Однако и друзья и коллеги в унисон твердят, пить на работе и из-за этого погибнуть ребята не могли. На сейчас основная версия – это выпивающее нарушение правил техники безопасности. Возгорание или взрыв произошёл в модельном цеху. На месте взрыва уже сейчас найдены остатки еды, бутылки, предположительно, с алкоголем. Конечно, бредовая версия за алкоголь, потому что там постоянно начальство крутится, и людей нет. Ну да, во-первых, нереально, во-вторых, уже коллектив такой подобрался, всех, кто пили, поувольняли, причём давно, и поэтому… Ну, в любом случае должна быть причина, да? Рюмка исключена на 100%, поэтому, как бы, ну, не работают в пьяном виде, вот и всё. Это не то место, где работают в пьяном виде. Так, какой алкоголик, я вас умоляю. Человек, во-первых, за рулём, во-вторых, он живёт далеко от работы, ему, ну, как бы, ехать через весь Харьков за рулём, и он ехал на тренировку, во-первых, после работы он сразу едет на тренировку. Так что, по поводу алкоголя тут я вообще… То есть, было уже договорено между нами, что вечером он был с сумкой, с тренировочными вещами, идти на тренировку. И он был, ну, как бы, очень пунктуально. Если мы договорились, у вас сколько, столько, всё. Взрыв произошёл в модельном цеху, где работают с золотом. Мастерская, по словам работников фабрики, только недавно переехала туда. Те, кто работает в серебряном цеху, рассказывают, у них на территории действительно стоят канистры с бензином. Открытый огонь нужен для работы с серебром. Для золота нужны ещё более высокие температуры. В модельном, говорят, на фабрике был пропан. Он и мог рвануть. Однако другие мастера не верят и в эту версию. Утверждают, больших объёмов легко воспламеняющихся веществ на фабрике нет. Какие там горючие вещества? У них максимум были газовые горелочки, вот эти портативные, которыми они прогревают детали, чтобы спаять. Максимум. Всё. Таких горючих веществ. Серебро немножко, немножко не зильбера. Всё. Компьютеры. Особо гореть нечему там. При этом, вопреки словам вице-премьера Александра Вилкула, который заявил, что люди не были заблокированы в модельном цеху, коллеги и близкие погибших говорят, все, кто погибли, не смогли выбраться именно из-за заблокированных при срабатывании пожарной сигнализации дверей. Открыть изнутри их нельзя. На аварийном выходе из золотого цеха висел замок. Причины смерти – это халатность руководителей, потому что их закрыли с двух сторон, им некуда было бежать. И халатность, те, которые называются таким интересным словом, с глубоким смыслом – спасатели. Это были не спасатели, это были просто зрители в церкви. Они просто стояли и смотрели, как люди там горят внутри, а эти висят на руках. Руководство ювелирной фабрики комментариев не дают, телефоны не отвечают. И к пострадавшим подчиненным, говорят их коллеги, не приезжают. В прокуратуре факт блокировки пожарного выхода подтвердили еще накануне. Ответы на вопросы, кто повесил замок и почему на это не обратили внимание проверяющие пожарные инспекторы, ищут правоохранители. Мы рассматриваем одну из версий – это нарушение правил охраны труда. Для чего? Для того, чтобы на сегодняшний день не сложилось у кого-то впечатление, что правоохранительные органы нацелены на то, чтобы найти крайнего, как говорят, стрелочника. Абсолютно нет. У нас наша задача как раз заключается в том, чтобы мы нашли тех лиц, которые обязаны отвечать за правила охраны труда, безопасность рабочих, с которыми они нанимают трудовой договор, они обязаны защитить людей. Сегодня на ювелирной фабрике весь день работали следователи и эксперты. Более подробно рассказать о всех версиях трагедии в прокуратуре обещали уже завтра. Марина Николаева, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.